Весной этого года, 9 марта, в Северную Осетию приехала вторая группа вынужденных переселенцев из Донбасса, около 160 человек. Все они прибыли из города Синоватая, это прифронтовая зона. Чтобы остаться в живых, женщины с детьми были вынуждены оставить родные дома и близких людей. В спешке люди брали с собой только все самое необходимое. Одной из них была Елена Ивасюк. Во Владикавказ женщина приехала с дочерью Кариной, с сестрой Оксаной и племянницей Кристиной. Группы распределили по санаториям «Юность» и «Томиск». В последнее время у нас очень громко, поэтому пришлось эвакуироваться. Я с одной дочкой, с племянницей. Остались мои родители, муж остался, работа осталась. Пришлось нам выехать. На тот момент женщина уже ждала второго ребенка. В реабилитационном центре «Томиски» Елене было пристальное внимание персонала. Также здесь женщина получала все необходимые процедуры. Наблюдала за беременностью Елены врач Лагерской больницы Алана Георгиева, которой женщина безмерно благодарна. Его вторая родина, да, город Владикавказ, Северная Осетия, потому что он родился во Владикавказе. Мальчик весом 3,5 килограмма и ростом 51 сантиметр появился на свет две недели назад в республиканской клинической больнице. Это второй ребенок в семье Ивасюк. Отец мальчика очень обрадовался, узнав о том, что у него появился долгожданный сын. Но обнять малыша и подарить жене красивый букет на выписку из больницы мужчина не смог. Сейчас он на передовой в ДНР. Эмоции переполняют и по сегодняшний день его, и меня, конечно. Отреагировал на рождение, как на рождение сына. Мы очень ждали, мы это долгожданный наш ребеночек, мы его ждали, ну, в общем, хотели, конечно, рожать. Ну, как получилось, да. Вот, ну, он уж сейчас, да, ясиноватый, вот так. Общаемся, конечно, по видео, показываю по видео. Мальчик родился в праздник, установленный в память об апостолах Петре и Павле. Поэтому родители решили назвать сына Павлом. Сейчас Елена с малышом вернулись в Томис, где их встретили и создали все необходимые условия. Карина, старшая сестра малыша, признается, что давно мечтала о брате. Теперь каждый вечер гуляет с ним и говорит все хорошо, только очень скучает по папе. Пять месяцев назад мы приехали с сестра новатой, так как там уже нельзя было находиться. И мне уже 11 лет, и я очень давно мечтала о братике. И, наконец-то, это сбылось, чему я очень сильно рада. Вот. Ну, мне в Осетии очень нравится, но очень хочется домой к папе, чтобы мы были всей семьей вместе. Мама и сын чувствуют себя хорошо, но вдали от родного дома женщине непросто. Она скучает по мужу и родителям. Рождение ребенка – это важное событие в жизни каждой матери. Елене пять месяцев назад пришлось дочерью, сестрой и племяннице переехать в Северную Осетию. Теперь женщина мечтает лишь об одном – что в ближайшее время все закончилось, и семья снова воссоединилась. Людмила Кулиева, Александр Суанов, 15-й регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова